вечер добрый дорогие друзья не сказать что он очень добрый для меня но поделюсь своим горьким опытом в очередной раз два года два года прошло более-менее хорошо росли у меня такие вот и растут пока месь но количество маленькое осталось уже кролики все хорошо непривередливые кушают растут мясо вкусные очень не нравится но бывают такие вот картины геморологичка не щедет никого ей приводить надо было через полторы недели она должна была катиться спускаемся ниже молодежь и это только в трех клетках и это только я приехал со второго участка и такая вот картина это за день утром тоже выбросил троих все кто более двух с половиной килограмм вот такие вы даже такого вот плана все в морозилку уже не влазят в морозилку не знаю куда их девать сейчас еще хочу вот этих двух белых по шапкам одному уже дал только что потому как уже все в конвульсиях хотел снять потом думаю не не было слабо нервных а те кто держите те кто держали в курсе что это за беда и как их корежит на мят кролики проколоты проколоты чешкой ой чешкой про спал вспомнил старая проколоты киевской вакциной раньше кол чешкой скомбинированной но два в одном а сейчас колю киевской раздельной то есть сначала от коксидиоза от комара а потом уже от геморрологички но как видите вот такая вот картина хоть кали их хоть не кали их живность хорошая растут большие еще раз повторюсь мясо очень нам нравится но повременим наверное опять сейчас выбью всех посмотрим то есть маточные выбивать не буду это самка сукрольная то есть и приводить этих сейчас выбью сейчас перемещусь дальше немножко вот здесь вот тоже барашка сидит тоже и приводить даже по ней заметно что скоро и уже это мамашка у нас сидит уже с крольчатами то есть выхода ее под нож нету это у нас папаня поэтому его тоже выбирать но и дальше то есть идти по клеткам нету смысла еще там около девяти самок ну все все с потомством либо с маленькими либо скоро приводить поэтому с ними уже никак не под нож жалко просто лучше уже скрипя зубами в мешок лопату зубы и под землю так что такое вот бывает два годика у меня прошло спокойно без потерь но опять такая вот зараза настала так что у кого какие мысли как с этим бороться я понимаю что конечно хорошо бы было герметичный сарай чтоб там все в климат условия но не с нашими финансами не с нашими возможностями так что пока мисс для меня лучший вариант это лучший кролик это свинка ладно друзья такое вот печальное коротенькое видео даже не хотел записывать но решил так сказать может быть кто-то рядом живет в харьковской области это кому-то кто-то увидит и решит что пора и своих подрезать тех кого можно и тех кого не жалко ладно друзья вот так вот так что не расстраиваемся живем дальше все равно еще вернемся и кролика не первый раз уже проходим эту тему ладно до новых встреч пока пока еще немножечко хотел бы показать вот забиваю всех кого не забиваю сейчас это еще более-менее не знаю как камера передаст этот цвет или нет мало того что вот эти вот вкрапления я не знаю как их я думаю будет прилично заметно даже хоть сейчас и ночью под фонарик но такая бледная 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 прям до ужаса не вот эти вот вкрапления то есть она должна быть вот такого цвета грубо говоря она вот вообще бледная бледная в живую смотрится и вот эти вкрапления не знаю может это вот это вирус не это как раз поражает печень потому как в тех вот того что забивал перед этим он уже в конвульсии дергался там еще буквально немножечко и он бы просто откинулся сам уже по себе там вообще печень аж светло-белая знаю в дом зайду если что может сниму так что срезаем идем сейчас покажу еще второго опять таки не знаю как со светом как она передаст передаст вот печень более-менее это только то что вот только что забивала сейчас еще доп свет дам вот более-менее темно а это видите как будто легкие но это не легкие это печень это тот что уже доходил прямо прямо доходил вообще что-то белое вот как то так может быть кто-то знающий что-то подскажете ладно до новых встреч надеюсь более интересными радостным